Вот так. Люди у нас в Ютубе просят постоянно видеоотзывы, и мы сейчас хотим записать коротенький видеоотзыв о том, как мы лечимся, в процессе лечения находимся. В общем, расскажите, пожалуйста, историю своей болезни, с самого начала. Уже больше года начала у меня болеть нога, в голени. Боль эта была неимоверная. Просто я не могла ходить, встать с кровати. Встаю, бегу назад, ложусь, слезы. Куда не обращалась. И в неврологии лежала, лечили меня капельницы, уколы и обезболивающие не помогали. Давайте я буду задавать наводящие вопросы, если можно. Как давно беспокоит вас именно нога? Ну, года полтора. Полтора года? Да, полтора года. С чем связано? С чем можете связать проблему? Понимаете, я даже не знаю. Просто ни с того, ни с сего у меня начало болеть. Поначалу я не могла стоять возле плиты. Боль была у меня. Потом как-то отошло. А вот мы сюда приехали... Поменяли место жительства. Место жительства, да. И у меня началось где-то с февраля месяца ужасные боли. Это такие боли, что их просто нельзя передать. Эта боль была от поясницы в ягодицы? Вот нет. Вот поначалу нет. Просто в ноге. Просто в ноге? Просто в ноге. Она появилась где? В бедре, в голени, в стопе? В голени. Больше в голени. И кромышечная голень. И спазм. Я даже не могу назвать этой болью. Я просто плакала день и ночь. Ну, описываете все как жгучую, тянущую, как будто кто-то загнал раскаленную спицу и тому подобное. Ну, вот не раскаленная. Как бы вот как судорога такая сильная. Тоническая, да? Да. И даже не... Волнообразная, приступообразная она была. Ну, вот как я лежу, лежу направо это, но и под себя боль уходит. Вроде у меня ничего не болит. Только в одной ноге? В одной была, в левой. Вот. Обращалась... И вот давайте первое, куда вы обратились за помощью? Я обратилась в неврологию. Неврологию. Да. Назначили мне капельницы, уколы, ходунки мне дали. Я не могла до туалета толком дойти. Вот. Капали, кололи. И я такая и выписалась. Сколько вы пролежали в отделении? Десять дней. Десять дней. Капали системы вам? Системы, уколы. На системах что вы могли отметить? Улучшение состояния или наоборот? Совершенно. Совершенно никакого улучшения. Ни на грамму. Я же говорю, расстроенный врач был. Старалась, чтобы мне помогло, но практически да. Ну, специалисты нормально к вам относились. Относились, да. Хотели помочь, но медикаментозное лечение ничему не привело. Не помогло, не помогло. Вначале даже я в невропатолог в больнице. Она назначила мне там на две недели таблетки. Ну, уколы сами делали, обезболивающие. Мне даже хуже. У меня гипертоник. Начались. Брадикардия ужасная была. Скорую вызывали. И поражали все, что мне не помогает никакое обезболивающее. То мне иерохирурги в Одессе тоже блокады. Блокады делали. Блокады делали. А куда? В какую область делали блокады? В поясницу. Признавали у меня грыжу. Вот. И, в принципе, все ударение было на грыжу. На то, что грыжа давит на нерв и тянет по ноге. По ноге. Вот. Ну, ничего мне не помогло. Это следующее. Это операция. По истечению какого времени? Вот какой период был? С момента первого лечения в отделении до момента... Вот 10, там 12, здесь 10 дней. Потом... Ну, там с перерывом месяц, два, три месяца. Ну, вот у меня где-то месяцев 7. 7 месяцев этот весь период длился. Ясно. Общее состояние ваше? Ну, настроение? Настроение. Я уже думала, все, умирать. Лежу. Ничего мне не помогает. Я была... Обслужить себя? Обслужить. Ну, я... Да, я могла покупаться в ванну как-то за это. Но это боль была... Но это не жизнь. Согласна? Это ужас. Это ужас. Я уже говорила, я так жить не хочу. Это не жизнь. Это кошмар. Потом ваша доча? Моя дочечка, да, в ютубе нашла. Руслана, Господи. Бог оглянулся на меня. И дело в том, что я приехала на консультацию. Я даже шла, он уже определил, что у меня. Вот по походке я кривила меня в левую сторону. Да, но изначально у нас была с вами консультация. Консультация. Я вас осмотрел. Я вот диагноз точный. И начали мы лечение. Лечение... И каждый раз, как я... Это мне улучшило и улучшило. Отмечаете положительную одинакову. Да, да. Вот боль у меня в ноге ушла. Бывает чуть-чуть там иногда. Но я не чувствую, я начала... Я же перестала плакать. Я просто начала как бы жить. Все-таки не грыжа, согласны? Не грыжа, да. Это не грыжа. И дело в том, что я же говорю с каждой процедурой, с каждым... Какая у нас встреча сегодня? Сегодня у нас шестая. Но это не у всех так. Вот заметьте, пожалуйста, что это не у всех. Насколько положительная динамика. Это понятно. Но дело в том, что я же говорю, что вот тот раз, пятый раз, я к вам пришла, и вы говорите, да, вот в бедре. А теперь мне вроде... Я лучше стала ходить. Вчера я пошла в магазин. Я ровно себя так это чуть-чуть, да, прихрамываю. Где-то начала вроде как от бедра сразу хромотайте, а теперь вроде как чуть-чуть в ноге. Больше в самой голени, под коленкой, вот этот... Да, да, под коленкой. Ну, а так я так благодарна вам, Руслан. Конечно, спасибо вам большое. Хорошо. Положительный отзыв. А что можете людям порекомендовать? Потому что все хотят вылечиться за один, за два, за три раза. Да нет, нет, это не так быстро. Беритесь терпения и, да, обращайтесь к Руслану. Я уверена, что он поможет, потому что... Все-таки проблема в мышцах, правда? Я говорю, я никогда не ожидала, не думала. Таблетки глотаю, еду, уколы делаю. Горе себе наделала там этими уколами в ягодицу. Ну, в принципе, я же говорю. Если этиология возникновения причины механическая, спазм, иными словами, то лечить нужно тоже механически, мануально, руками. Мануально. Скажите, мы какие-то препараты вам назначали? В смысле... Ну, обезболивающие, противовоспалительные. Да, да, в основном. Не-не-не, мы в процессе лечения. А нет, мне сказали, и не надо, и не пейте, и не колите. Основные препараты, которые вам нужно принимать, если есть у вас сопутствующие заболевания, такие как гипертония, повышенное артериальное давление. Это обязательно. Если помимо гипертонии у вас еще сахарный диабет и ряд сопутствующих проблем, которые только отягощают основную проблему, то, конечно, вы подконтрольно принимаете свои препараты. Но никаких обезболивающих, противовоспалительных и иных препаратов... Я только к вам пришла первый день, вы мне сказали, обезболивающие вам помогают, и нет. Ну, и не пить, и убрать, не надо пить. Я себя так отравила ими, что я же говорю, чувствовала себя плохо. Да. И сейчас, если вы не против будете, мы покажем еще процесс лечения. Пожалуйста. Я не против. Хорошо. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Спасибо за отзыв. Работаем дальше. Вам успеха, удачи во всем. Спасибо. Мы еще упустили очень важный момент касательно палки. Правда? Да. Я без палочки вообще не могла ходить. Дочка мне купила там на ходунках, а с больницы я вышла на палки. И я с ней ходила постоянно. А теперь я хожу без палки. А на какой сеанс вы пришли к нам уже без палки? По-моему, на третий? На третий. На третий я уже палочку бросила. Ну и замечательно. И все. И больше она вам не нужна. И все. Она стоит там. Ну, пускай. Я ее подарю кому-нибудь. Ну, пусть никто не болеет. Итак, первым делом мы работаем с поясницей и акцент делаем на ягодичные мышцы. Поскольку изначально весь спазм кроется непосредственно в ягодичных мышцах. На видео вы можете увидеть их гипертрофию. Гипертрофированный. Как с этой стороны? В ягодицу, в бедро? Нет, сейчас никуда не отдает. Сейчас я могу уже и на левом боку-то не могла. Сейчас уже переворачиваясь спину. Ноги вытягиваю. Раньше вообще не могла, мы их вытянули. Судороги у вас были? Были. Ну, оно, я же говорю, именно от... В начале были, правильно? Да, в начале, от ягодицы и до голени. До голени, да. Ну, а именно в голени и кромышечная боль, и сбоку. Я не знаю, это несравненная была боль. Расскажите за синяки. А, да. Синяки были. Больно мне было. Я тогда перезвонила, что не смогу прийти. Вот. Ну, все время я делала компресс. Так, как мне сказали, утром и вечером. Выполняли рекомендации. Да, рекомендации. С полотенцем, горячее. И готовила. И так я делаю каждый день. Даже два раза на день. Да, да, да. Это тоже. Это правда, что говорят ваше здоровье в ваших руках? Конечно. Конечно. Надо выполнять рекомендации. Не бояться. Ничего страшного нет. Боль, синяки, оно все пройдет. И зато легче намного становится. С каждым днем, я говорю. Мне захотелось. Это не сравнится с той болью, что у вас была? Сейчас? Да. Так вот, да. Конечно. Боже, это ужас. Мои уже так... Правильно. Жалко и меня, потому что в то лет... В сто лет бегу, бегом, чтобы лечь. Боль неимоверная. Многие больные узнают себя в ваших словах. Потому что практически у всех, кто страдает с болью в нижней конечности, он подобная история. Да, ну понятно, что... Я же говорю, что не хотелось не жить уже. Это не жизнь. Просто лежать и все. Я не видела весны, не видела лета практически. Но вот это сейчас, я же говорю. Но вот это сейчас, я же говорю, стало выходить на улицу, ходить в магазин, на базар и без палочки. Ну, на третий день. Ну, на третий день, понятно, что... Помимо войны у нас есть еще одна проблема, да? Боль в ноге. Да, это... И на общем фоне? На общем фоне это выглядело ужасом. Да. Война, сирены. Думаю, куда я? В какое бомбоубежище? Никуда я не побью своей ногой. Да. И смехи приехали. Да, это... Смеяться. Это... Я же плакала каждый день. Теперь я больше уже... Я практически... Ну, разве что по другой причине я могу. А то... Ой, я бы благодарна вам. Большое спасибо, Господи. Но это же не только от нас все зависит. Ну, в основном от ваших рук. У нас только механика. Ну, так... Механикой больше... Я тоже занималась. Там смотрю упражнения. Что это... Крутило. Вам подсказали просто как правильно. Да. Но практически... Может быть чуть-чуть где-то что-то. Но... Помогло только... Ваши руки. Ну, вот упражнения даже те же самые. Каждый день. Они простые, да? 20 раз на день. Абсолютно ничего сложного нет в том, чтобы просто сесть на стенку и растянуться. Растянуться. Абсолютно ничего сложного нет в том, чтобы просто нагреть тот компресс. Да. И положить себе его на ягодицы или на поясницу. Не лениться. Боли в пояснице у вас как таковые были или нет? Вы знаете... Нет. Вот вначале как-то не было. Потом она появилась у меня. Вся у меня боль сначала нога. Может быть, такая боль, что я по сравнению... Может, она и была. Но не такая, как боль в ноге. Это было больше дискомфорт и ограничение движения или острая боль? В ноге? В пояснице. Нет, острой не было. Не было. Просто вы чувствовали напряжение? Да. Напряжение, да. Ну, бывало. Вот где ягодица, тоже такая, как бы, боль была. Я чувствовала. В данном случае, да. В данном случае у вас есть проблема с квадратной мышцей поясницы слева. Соответственно, и справа тоже. Средней ягодичной. Это основная мышца, которая, укорачиваясь, натягивает на себя широкое сухожилие бедра и дает боль. И непосредственно все основное. То, что по ноге вам тянет бедро и голень, это просто сухожилие. Само по себе сухожилие. Но за счет того, что стереотип движения был нарушен длительное время, вы плохо ходили, хромали, перемещались перебежками, перевоняли корпус в здоровую сторону, это вылилось под определенную проблему. И благо, что вот так, скажем так, это очень быстрая динамика у вас восстановления. Это хорошо. Надо перетерпеть. Ну конечно. Ничего страшного нет в этой боли. Это боль механическая, давление. Это не та боль, которая деморганизирует, не дает жить, не дает спать, постоянно в слезы, постоянно в апатию, депрессию угадает. Это другое. Тут просто положи компресс теплый, растянись, перетерпи и все. Он давит на нервы седалишние, вся проблема. Как мне он говорит? Ну, невропатолог в больнице лежал. Да. В больнице будет стандартная история. Да. Ты приходишь с жалобами на то, что у тебя болит нога. У тебя изначально без осмотра говорят, что это ишиаз, ишалгия, люмбоэшалгия, сакроэлиты, грыжа, корешковый синдром, радикулит, остеохондроз, радикулопатия и все остальные имеют синоним. Все, что болит спине, можно трактовать по-разному. И тебе говорят, иди в аптеку, покупай обезбавивающие препараты, пей, кали, если сильно болит, прям ты ногу тягаешь, хромаешь, иди делай МРТ, потому что там точно большая грыжа. Ты идешь, делаешь. Да. Оказывается, из грыжи L4-L5, L5-S1, 3-4 миллиметра и все. И все проблемы спихивают на эту грыжу. Но другое дело, когда человек идет, делает МРТ, а грыжи не находит. Вот тогда интересно становится. Знаете, что тогда назначают? Тогда говорят, что это вы себе надумали эту боль. И идите, лечите, наверное, все-таки голову свою. Отправляют к психиатрам, назначают седативные препараты, транквилизаторы. И люди на этом фоне, на фоне боли, плюс еще в заторможенном состоянии, вообще не знают, куда им нюансы. Но на этом каруселе глупости не заканчиваются. Продолжается навязчивая идея оперировать человека. И вы не поверите, делают операции. И вроде как должно становиться лучше, но по факту лучше не становится. Вот такая вот история. У меня стояла вопрос уже тоже оперировать. Рыжая небольшая, но... А почему вы не пошли оперироваться? Потому что я думаю, куда ж, ну... Может не в этом... Что ж мне ничего не помогает? Те капельницы. Опять нейрохирурги назначили мне капать. Сказали, после первой капельницы вам уже будет легче. Я сделала пять, звоню, сказали... Я говорю, ничего, никакого облегчения нет. Ну тогда не надо, бросайте. Будем делать блокады. Блокады мне тоже не помогли. Ну вот, к счастью, дочка нашла в ютубе Руслана. Я хочу познакомиться с вашей дочкой. Спасибо. Обязательно. Я приеду с ней. И она говорит, мама, вот он тебе поможет. Это тоже надо. А откуда доверие такое? Я ехала сразу... Вот у меня первый раз консультация была. Я уже... У меня такая какая-то вера была, что он мне поможет. Последняя надежда, да? Последняя надежда. Все. Я говорила, если он мне не поможет, значит все. Я уже не знаю, что делать, куда обращаться. И у меня была вера в это. Это самое главное. Я верила. Я даже говорила, у меня даже какое-то настроение приподнятое. Я ехала и вот, ну не знаю, настолько верила, потому что я была уверена, что мне поможет. Поможет. Ну и помогло. Помогло. Дальше будем прорабатывать заднюю поверхность бедра и по голени. Вы говорили, тянет под коленок больше с внешней стороны или с внешней стороны? Да, так посредине вот так. Хватии больше. Вот как я сейчас руку... Да, да, да. Скованность такая, когда... Да, да, да. Какая-то, да. Скованность такая. Воле и встопущейся не отдают. подошло вот так есть а не менее все дальше влад делает акцент на работу с задней поверхностью бедра непосредственно на место крепления седалищному бугру обрабатывает вертел и прорабатывает полусухожильную мышцу как раз полусухожильная мышца она дает ограничение в разгибании голени ну а боль туда вот под коленку на который жалуется наша пациентка это битевс бедра двуглавая мышца дальше вот продолжает работу потом в конце растянет а мы их оставляем все до новых встреч удачи вам во всем спасибо вам большое спасибо вам за прекрасный отзыв я думаю многим людям это видео поможет и станет таким напутствием не бойтесь терпение вера веры верить все получится все будет хорошо спасибо большое вот вы друзья и увидели как принципе происходит лечение больных и отзыв нашего больного таких отзывов и таких видео можно записывать огромное количество но в силу того что у нас просто не хватает времени на то чтобы снимать видео а контент делать нужно нужно чтобы люди узнавали об альтернативных методах лечения о том что не только нужно слепо идти на операции не только нужно делать блокады что истинной причиной боли является не грыжа которая давит на корешок а мышца больные спазмированные мышцы дают такую клинику что не снимается ни одним обезболивающим препаратом вплоть до наркотических поэтому хорошо думайте прежде чем слепо пойти на операцию операция приведет к необратимым изменениям в тканях появятся рубцы ограничиться движение и ничем хорошим это не закончится лишь в малом проценте случаев когда есть полный стеноз спинномозвого канала или травмы механические травмы аварии дтп производственные травмы где страдает сама структура позвоночного столба компрессионные переломы обламываются дужки суставные поверхности когда идет прямая неврологическая угроза это другой случай это уже не отложная медицина а то что у вас болит нога болит спина тянущая боль жгучая боль а не менее где-то там пальцы в растопы руку на ноге это все лечится лечится механически но лечится не быстро запомните вы тут не отбываете наказание вы проходите лечение если вы на это лечение настроены то обязательно будет положительный результат как у нашей пациентки записывайтесь на лечение принимаемым городе одесса по адресу улица солнечная 4 и будьте здоровы до новых встреч забыл добавить еще одно подписывайтесь на мой канал в ю тубе комментируйте видео ваши комментарии ваши лайки то что вы делитесь этими видео со своими друзьями знакомыми и просто больными они способствуют развитию канала и развитию данного метода лечения я также провожу обучение и оффлайн и онлайн поэтому специалисты кому интересно обучиться методу миопрессуры пишите мне в telegram или в вайбер и обязательно по возможности буду отвечать всем всем спасибо за просмотр спасибо за подписку до новых встреч